Движение в самом общем смысле При механическом движении изменяется положение тела относительно других тел Вот эти слова обязательно нужно упоминать Тем более, когда речь идет и о дистанционном взаимодействии с этими телами Например, при так называемом безопорном движении в окрестностях Земли Оказывается, методы самой что ни есть точной науки, небесной механики Применимы для создания устройства, способному к упомянутому безопорному движению Описано оно Владимир Васильевичем Белецким в книге «Очерки о движении космических тел» И устройство это по праву может быть названо гравилетом Предложенное Белецким и Гиверцем Оно использует эффект протяженности находящегося на орбите тела Итак, представим себе спутник-1, запущенный на эллиптическую орбиту Вот он при подлете на ближайшее расстояние перегей к Земле Внезапно раскалывается на два полушария и разлетается в стороны Механическая модель напоминает гребца в лодке Сводя весла, он изображает спутник на пониженной траектории Разводя уже половинки спутника, отталкивающие систему дистанционным образом от Земли Тема инерсоидов особая, и не будем втягиваться в ее дебри А пока гантели с двух половинок-2, соединенных тросом-3, чтобы не улетели в бесконечность Выходят на новый виток-4 эллиптической спирали И все бы хорошо, да что-то не очень А это что-то космические размеры гантели Минимальная длина троса 140 километров Не говоря уж про материал и прочее Что же мы видим? Пульсации гантели, всего лишь пульсации, могут по спирали перевести ее на другую орбиту Безопорные движения? Отнюдь Внутренние силы взаимодействуют с внешним гравитационным полем Земли Тело приводит в движение самого себя Взаимодействуя именно с ним Так что работоспособность парадоксальных механизмов зависит от корректности использования абстракции науки Хотя на самом деле мы что имеем? Да, спутник удаляется от Земли вверх Но и Земля смещается в противоположном направлении Таким образом, что центр масс всей этой системы остается все же неподвижным То есть, так или иначе, рассматриваемые безопорные движения В любом случае сводятся к дистанционному отбросу в окрестностях Земли саму Землю В бесконечность в качестве своего рода рабочего тела Здесь мы наблюдаем движение инерциоидотолчина на воздушной подушке Стремление обеспечить именно дистанционное взаимодействие с Землей Сам термин инерциоид придумал инженер Толчин в 1930-е годы Тележка Толчина представляет собой платформу на колесах Наверху которой на рычагах перемещается один или два груза В одну сторону медленно, а в другую быстрее Для перемещения грузов используется, например, пружинный механизм от заводных игрушек Хотя к колесам никакой силовой передачи нет, такая тележка приходит в неравномерное, но направленное движение Упростив же до предела схему Толчина, ей можно найти вот такую аналогию Чтобы для ее анализа воспользоваться возможностями точной небесной механики Дело в том, что точно такое же движение можно организовать и без рычагов И описать его как движение спутников При котором весьма существенную роль играют скорости, то есть инерция И это позволяет совершенно по-иному взглянуть на инерцоид Толчина Мы не будем здесь детально рассматривать взаимодействие спутников и Земли при посредничестве своеобразной чаши Но стоит подчеркнуть, что таким образом можно, так сказать, строго научно доказать и то, что Атомы могут безрасходным образом проникать в космическое пространство, как это, собственно, и делают молекулы водорода и гелия И именно за счет того, что скорости их электронов значительно превосходят первую космическую скорость Но двигаясь при этом не вокруг Земли, не по привычным для нас орбитам А по свернутым и спиралеобразным, как бы перемещаясь в соответствующем направлении с одной ступеньки на другую Находясь при этом еще и в одном и том же объеме После появления схемы Белецкого-Гиверца Мною было предложена также подобная же экзотическая схема взаимодействия двух спутников на орбите Которая также обеспечивает реактивным образом дистанционный отброс Земли в бесконечность Именно в качестве своего рода рабочего тела спутников, которые удаляются от Земли В чрезвычайно популярном в свое время журнале «Техника молодежи» в статье «Погоня за светом и пространством» Заслуженный изобретатель Юрий Ермаков так оценил предложенную мною схему В чем же польза проекта Окининых? В развитии космических полетов с двигателями малой тяги по траектории раскручивающейся спирали Критически осмыслив известные схемы космических гантелей Белецкого, реактивные двигатели, в том числе и ЖРД Промежуточные старты в стратосферу с ракетоносов, траектории и многое другое Вернувшись на новом витке мысли к пушке Жюля Верна Авторы оригинально решили идею инерционного разгона космических аппаратов Запускают на одну и ту же околоземную орбиту два одинаковых корабля И направляют их с возрастающей скоростью в противоположных направлениях Это первая новизна Вторая – наращивание скорости кораблей стрельбой снарядами из пушек, а не струями газов, почти как у Жюль Верна Третья новизна – выброс снарядов, а массы кораблей остаются неизменными Как так? А так? Палим не в белый свет Корабли обмениваются массами Проект осуществим при современном уровне развития техники и средств навигации Более подробно обо всём этом можно посмотреть в данной статье Так или иначе, но по крайней мере в окрестностях Земли проблема безопорного движения, если под ней понимать возможность осуществления полёта при помощи безрасходных аналогов обычных ракет, по сути никогда не существовало Ведь как следует из строго научно обоснованного разъяснения в отношении свойств незамкнутых систем, отличающихся от фактически не существующих в природе замкнутых систем, наличием внешнего воздействия, хотя бы и со стороны Земли, принципиального запрета на изменение импульса и ускорение центра масс под воздействием внутренних сил вообще не могло быть Смотреть книгу «Курс теоретической механики для физиков» Ольховского А быть это изменение может только лишь в тех случаях, когда сумма внешних сил зависит от положения или скоростей точек системы И в связи с этим следует обратить внимание на то, что во всём нашем окружении повсеместно наблюдается наличие систем, так или иначе напоминающих планетарной Это касается и микромира, и макромира, и по сути всех других уровней Только так можно развить те скорости внутри систем, которые позволяют, например, молекулам газа извечно витать над земной поверхностью в то время, как, так сказать, мёртвые частицы поднятой пыли рано или поздно оседают на ту же земную поверхность Не лишним также подчеркнуть, что самодвижение в природе присуще и значительно более сложно организованной живой природе Что же касается перспектив создания инерцоидов, то быстрее всего они связаны не с копированием природных инерцоидов, а с непосредственным их использованием Всё это быстрее всего касается и движения волн в среде Но об этом всё-таки надо вести отдельно разговор Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok